Иди сюда! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Телкоплей. Я Наташа. Мы сегодня с вами поиграем в игру, которая называется Кома Рикат. Я не знаю, что такое Рикат, но я этому рад, потому что я достаю телефончик и им делаю сканончик. Давайте смотрим. Значит, Рикат. Рекут. Ладно, хорошо, Рекут. Я не знаю, что такое Рекут, но давайте посмотрим, что это за игра и с чем ее едят. Йонхо. Меня зовут Йонхо. Я учусь в первом классе старшей школы Сёхва. Сегодня я последний день итоговых экзаменов. Для многих из нас это настоящий судный день. Сегодня мне не нужно хорошенько сдать все тесты. От этого зависят мои оценки, а также надежда на спокойные летние каникулы. Учитывая это, я решил посвятить всю ночь на кануле зубрежки. К сожалению, во время подготовки я случайно заснул. Не помню, когда именно и как отключился. Ночью мне приснился жуткий сон. Детали расплываются, но у меня явно было стойко ощущение неподдельного ужаса. Это типа хоррор. Надеюсь, мне не придется испытывать это чувство еще раз, когда я увижу свои оценки по экзаменам. Как бы то ни было, сейчас это волнует меня меньше всего. Реальная же проблема такова. Я проспал. Опаздываю. Какого черта я не услышал будильник? Ну, возможно, что-то пошло не так. Поверить не могу. Я опоздал. Лучше мне не задерживаться. Надо бы успеть в класс, пока экзамены начались. АД ходить и бежать. Отлично, давайте. Это что? Это типа я устал. Хорошо. Это можно поговорить на В. Ого! Кто это? Вот, блин, по-моему, она смотрит на меня. Ладно, держи себя в руках Йонху. Какая красивая. Давайте с ней поговорим. Привет, барышня. Уже так поздно. И почему я не услышал будильник? Надо поспешить. Да в смысле? Поговори! Какая она красивая. Красивая. Эй, клевый бэджик. Ты, Есоль? Красивое имя. У тебя странная форма. Ты что, из другой школы? Ты опоздал. Чего? Ты опоздал. Беги скорее, а не то заработаешь неприятности. Да ладно, время еще полно. Кстати, меня зовут Йонху. Йонха? Понятно. Да, молочи на Йонха. Клевый бэджик. Чем я вообще думала? Это малышка такая неприступная. Ладно, пока, малышка. Мне надо... Ой, подожди, я могу посмотреть, что это здесь. Внимание, жительный район. Как вам уже известно, на этой неделе в старшей школе Сёху будут проводиться итоговые экзамены. Просим вас отнестись с пониманием и как можно меньше шуметь. А, ну понятно, типа. Да не надо! Все! Я понял. Бежим в школу! О! Сёха, что случилось? Откуда скорая? И что это за парень? Это Сёха, мой одноклассник. Он в стройке лучших учеников класса. Увы, над нами вечно подструнивается за наших задротских хобби. О, чувачела! Тихун! Кто убил Тихёна? Из первого В этой ночью пытался совершить в школе самоубийство! Что? Ого! Ну и дела, просто жесть. Ну так что, а экзамены уже начались? Да ладно! Как ты можешь думать об экзаменах в такое время? Все учителя в шоке! Директор недавно собрала их в учительской, так что ещё нет! Менгель вечно издевается над Тихоном. Думаешь, он как-то с этим связан? У этого придурка совсем тормозов нет. Вполне возможно! Только представь, как бы стало легче, если бы полиция упекла Менгеля за решётку. Эй, кажется, охранник, хочешь что-то объявить? Внимание всем! Экзамены скоро начнутся! Поскорее возвращайтесь в свои классы! Ого! Они всё-таки решили провести экзамены сразу после того, как кто-то попытался покончить с собой? Как-то это дико! Согласна! Не надо! Пошли, чувачела! Знаешь же, нам не отвертеться от экзаменов! Даже через чей-то мёртвый труп... О, извиняюсь. Наверное, рано так говорить. Ну да. Думаю, пойду-ка я лучше в классы. Приготовлюсь к экзаменам. Ну, пойдём. О, девчонки, привет! Поверить не могу! Что он и впрямь пытался покончить с собой? Можешь такое представить? Так, вот, идём с первого класса. Школа Сёхва. Непростое место для свежего месяца. Это не смешно. Надеюсь, с ним всё будет в порядке. У нас мало времени! Поехали! Санитар уехал. Все школьники на измене просто. Посмотри. А можно я с кем-нибудь поговорю? Наверное, его доконал стресс. Хотел хорошо всё сдать. В последний день экзаменов это неудивительно. Ты его лицо видел? Меня сейчас стошнит. А что он себе разокроил? Хм! Что это? На земле перед воротами лежит медальон. Кажется, это не сон обронило. Я точно его помню. Вот он аудит, когда узнает, что я его нашёл. Надо бы положить в рюкзак, чтобы не потерять. Вот чёрт, в нём полный бардак. На этап у меня открываются предметы, а на Б рюкзак. Угу. Ну, пошли. В коридорах полным-полно людей, которые обсуждают произошедшее. Мой класс 1 Е находится на втором этаже. Да, я понял, спасибо. Девчонки, привет. Корейская литература мой любимый предмет. Хотя я завалила его в прошлом семестре, но всё равно мне нравится. Особенно теперь, когда покончим с этими классическими поэмами. Эй! Это Менгель тот забияка. Вот дерьмо, это Менгель. Ты шо, оглох? Инхозник, тащи сюда свою жадницу. Менгель, привет. Ну, давай с ним поговорим. Ну шо, как дела? Готов к экзаменам. Менгель учится в первом Б. Он также носит звание главного хулигана Сёхвы. Теперь его не могу. А, терпеть его не могу. Ты шо, решил испытать моё терпение? Что? Нет, совсем нет. Я просто захлопни в варежку и слушай. Будет очень некрасиво, если кому им взобредёт в головку, что моя любовь к тиху, но имеет какое-то отношение к сегодняшнему инциденту. Так что держи язык с зубами. Да я ни о чём таком не думал, Менгель. Не вводи меня, инхозник. Не притворяйся, будто ты забыл, как однажды скрисядничал и сдал меня своей училкой. Мне тогда целый месяц общественных работ дали. Месяц. Я из-за тебя учёбу пропустил. Если я завалю экзамены, потому что пахал весь месяц из небольшого конфуза. Понял, к чему я веду? Чувак, да ничего не скажу, клянусь. И ещё. Что? Держись подальше от моей девушки. Даже не подходи к её классу. Если такая приличная особа начнёт общаться с придурками вроде тебя, это может плохо кончиться. Она из высшего общества и со мной. Он говорит о моей подруге, мне не из первого ц. Мы соседи, поэтому знаем друг друга с начальной школы. Она отличная девушка, но, к сожалению, этот псих на неё запал. Всё, понял. Теперь валя отсюда, ты меня бесишь. Удачи на тестировании лошара. Понятно? Лошара Микантаре. Блин, я реально могу со всеми разговаривать. Какой чудесный день в школе. Солнышко светит на ней. Мне облачко на улице так хорошо и красиво. Я будто в дзене. Эй, а ты хоть в курсе, что сейчас идёт такой кошмар, как неделя экзаменов, а? Чувак, не трави мне душ. Ну и ладно. Привет. Там, наверное, об экзаменах написано. 1D. Блин, такие тёлки все стоят сексапильные. Ну-ка, дай сюда зайду. Это не мой класс. А-а-а, мы не можем заходить в чужие классы. Ери-или, что ли? Это не мой класс. А он сказал, у него первый Б. Э-э-э-э. Э-э-э. Ладно. Вот это, наверное, мой класс. Нет? Эй, янха! Нихера себе миссон. Горячая штучка. Смотри, какая нифига. Здрасте. О, доброе утро, мисссон. Это мисссон. Классный преподаватель. Все мальчики в сёхве считают, что она похожа на какую-нибудь корейскую поп-звезду. И они правы. Должен признать, пожалуй, я её самый большой фанат. Она всегда заботилась обо мне и помогала. И как? Что ты неважно выглядишь? Разве? Ну, учитывая всё происшествие, со мной всё в порядке. Разве что немного взволнована этим происшествием. Ясно. Какой кошмар. Я слышала, что Тихун как-то разнервничала из-за экзаменов. Что просто не выдержал. Так жаль, что он дошёл до такого. А сценки ведь ещё не всё решают, знаешь ли. Ладно. Быть прилежным учеником – тяжёлая ноша. Приходится столько терпеть. Выше нос, мой дорогой. Главное – вытерпеть это трудное время. А потом будешь пожинать плоды. Я обещаю, что стресс скоро пройдёт. Кстати, Йонхо, нам надо поговорить. У тебя немного упали оценки, особенно по основным предметам. Я не понимаю, почему они так резко ухудшились. Сможешь зайти ко мне после школы? Да, а зачем? Да не пугайся ты так, Йонхо. Просто подойди ко мне после уроков. Мы разберёмся, что происходит с твоими оценками. Я уверена, что мы сможем вернуть тебя на путь истинный к следующему семестру, да? Я не ослышался. Она хочет встретиться после школы со мной. Прям как свидание. Правда, фиговенькое. Так как придётся оправдываться. И всё же, там будем только мы, не сон, тет-а-тет. Везуха? Конечно, окей, увидимся после уроков. Ого, глянь на часы, поговорим после экзаменов. Пойдём-ка внутрь, все уже ждут. О, точно, после вас. Ай, чёрт, забыла дать ей медальон. Впрочем, сейчас у неё и так полно дел. А дам я его на нашем свидании. Да какое свидание? Ты чё, дуралямбус, что ли? Чё ты пересрался-то? Чувак, я так нервничаю родителей, сказали, что если не сдам экзамен, домой могу не возвращаться. Ну ты лох. Ну чё, в один Е пошли. Здрасте. Не сейчас, Йонхо, я пытаюсь сосредоточиться. Шо, колдуешь? Ладно, походу с ними ни с кем нельзя поговорить, нужно сесть за мою парту. Ну чё, наш первый экзамен, ребятушки. Ну ладно, ребята, рассаживайтесь по местам. Давайте начнём первый экзамен. Все готовы. Желаю удачи. Спасибо. О нет, началось. А я как назло не могу ничего вспомнить. Нехорошо. Ой, как нехорошо. Глядя на бланк вопросов, мне кажется, будто мы учили что-то совершенно другое. Ничего из этого не помню. Что-то у меня тяжелеют веки. Зря я всю ночь зубрил. Я с трудом могу держать глаза открытыми. Так, надо ответить на вопрос. Вопрос. Надо сосредоточиться на вопросах, на вопрос. А? Он заснул. Вот чёрт. Западное крыло. Ээээ. Что за... Сколько я проспал? Где все? Который сейчас час? Уже стемнело. Почему меня никто не разбудил? Нельзя же вот так взять и оставить человека проспать все экзамены. Я просто поверить не могу. Это же вершина всех косяков. Чёрт. Я же ещё навстречу смести опоздал. Да что со мной не так? Ничегошеньки не вижу. Ах, да, чуть не забыл. У меня же в парте лежит фонарик. Очень кстати. На парте лежит странная записка. Это мне? Давай посмотрим, что там за записка. Так, а запиську? Какая-то кровяка. Моя парта. Да что в конце тут происходит? Я не знаю. Старое фото девушки. Это фото, что таким образом оказалось у меня в рюкзаке. Кто эта девушка? А она очень даже ничего. Ну да, действительно. Ты только об этом и думаешь, да? Сколько времени? Почему я не захотел телефон? Надо выбираться. Ой, тут какие-то записюльки. Ты видел? Не включайте этот кондиционер, если не хотите заработать приступ астмы. Отлично. Давайте сходим сюда. Посмотрим, что тут. На передней доске написано именно моих одноклассников, кроме моего. А это сохранение. Давайте сохранимся. Мы теперь умеем сохраняться в этой игре? Ну пошли. Выходим из класса, смотрим. Здесь слишком темно. Ау, есть кто-нибудь? Эй. Миссон, это вы? Миссон. Так ты хочешь, чтобы я была ей? Простите, я не пришел на встречу. Такой болван, все нормально. Вы такая бледная. Да, дорогуша, все в порядке. Почему бы тебе не подойти поближе? Вот оно, поверить не могу, вот повезло. Но перегибать палку все же не стоит. Может, стоит перенести встречу на завтра? Я вас тут едва вижу. Подойди ко мне. Что? Иди сюда! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Господи, дорога завалена, надо бежать в уборную. О, господи, Миссон совсем шарики за ролики заехали. Что делать? Прятаться? На Е! Господи, кошмар. И что? Я спрятался в толкане, да? Она ушла? Я надеюсь. Потому что если она не ушла, у нас проблемы. Тут так темно и жутко. Такое ощущение, будто школа просто погрузилась во мрак. Ну да, мы можем прятаться здесь. Что это еще за черт? Запутанная любовь. Как и другим парням с Эхвой, мне нравится Мина. Она всегда ко мне хорошо относилась. Знаю, что я не очень красивый, умный или веселый. Зачем мне интересоваться толстым ботаником, когда она может выбрать любого другого парня? Мне известно, что этот козел Менгель вечно как не клеится. Я не могу этого терпеть. Впрочем, я его не боюсь. Теперь, когда я обрел новую силу, я могу покончить с его приставаниями. Возможно, тогда она меня заметит. Серьезно? Ночь в школе. Странный случай. Однажды я задержался в школе, чтобы сделать какую-то домашку на завтра. Я так устал, что вскоре провалился в глубокий сон. Но когда проснулся, то понял, что что-то не так. Она же здесь в темноте меня не видит. Но я так понимаю, что мне сейчас нужно выйти просто отсюда, выключить свет. И тогда она, типа, меня не будет видеть. Мне нужно, типа, сбежать, чтобы она меня не заметила. Вот дерьмо. Кажется, тот нож был весь в крови. Она выглядела безумно, как некий злой суккуб. Вот блин, Ёхна, кончай думать о всяких непристойностях. Быть такого не может. Я наверняка сплю. Вполне очевидно, что стресс из-за экзаменов привел к таким кошмарам. Ах, окей, пощечина не помогла. Полиция, я идет. Ладно, успокойся. О, нет, что? Я забыл телефон дома. Серьезно? На М карта. Хорошо, но я думаю, что нам не нужна карта. Давайте сначала здесь похожу. Не бывает неудачников. История только отстающие. Каждый учится так, как привык. Действуй, ясно. Я сейчас сначала этот этаж весь посмотрю. Еще непонятно, где эта тетя Ёнха. Сейчас попробуем заходить в разные кабинеты. Господи, она со мной бежит, пацаны. Она со мной бежит. Она со мной бежит. Захотев какой-нибудь дурачок. Дуралямбус. Закрыто. Какого хера закрыто? Закрыто. Господи, какая стрёмная херня. Она нас услышала. Она что, ко мне в комнату зашла? Может не надо? У меня три жизни. Ты прикинь, она меня может убить? Все? Угомонилась? Блин, ну нахрен эту истеричку. Давайте просто пойдем наверх. Ну ее нафиг. Давайте просто идти ходить по туалетам и все. Туалеты наше все. Рано или поздно мы что-то в них найдем. Я не знаю, приключения какие-то или что-то из этой категории. А включи свет, брат. Мне кажется, типа свет ее как бы нервирует. Я нашел предмет монетка. А нахера он тебе? Найдена записка. Медпункт. Школьная медсестра горячая штучка. Я слышал, что ей за 20 и она впервые работает в школе. После ее появления в количество внезапно заболевших учеников у медпункта повысилось двое. Черт, кажется, я и сам заболеваю. Господи, маленькие извращивали. Не выходит, что-то блокирует дверь. Здесь можно прятаться, да? Ладно, пойдем. Если мы ее услышим, мы в принципе можем побежать. Не выходит, что-то блокирует путь. То есть я могу только в туалеты заходить, да? Фонарик мне типа освещает предметы, которые я могу брать. Найдена еще записка, да ладно? Кафетерий. Добро пожаловать в кафетерий старшей школы Сехова. Мы сразу же предлагаем 50% скидку на еду и напитки. Всем утомившимся ученикам. Но это не столь интересно. О! Я зашел в какой-то кабинет. Я нашел предмет монетка. А нахрена мне эти монетки? Зачем они мне? Чайник. Бутылка воды. Ну попью хотя бы, ладно. Ой, здесь что-то как-то все очень странно выглядит. Ничего полезного. Ну логично предположить, что тут ничего полезного нет. У меня тысяча монеток. Для чего вопрос? Что так страшно? Я не хочу бегать. Мне кажется, здесь по аналогии с Клея нужно быть тихим. Будем просто ходить из коридора. О! Тут кровь. Я оставлю после уроков, чтобы подольше заниматься. Ой-ой-ой. Нормально. Закрыто. Здесь кровь чья-то. Закрыто. Мне нужно, видимо, облутать школу эту всю. Но ее вроде бы на этом этаже нету. Она где-то на нижнем шляется, шаболта эта старая. Поэтому пошли выше. Если что... Ой-ой-ой. Опять эти символы. Опять кровь везде. Там что-то рычит. Что все закрыто-то? Мне не нравится, что здесь что-то рычит. Какого хрена здесь что-то рычит? Я нашел предмет. Шоколадный батончик. Ну, охренеть. Нахер он мне нужен. Монетка опять. А что мне делать с этими монетками? Солить их. Ничего полезного. Ну и хорошо. Во! Сохранимся. Отлично. Да, перезапишем, конечно же. Мы что, глупыши что ли? Это мы обошли типа насквозь, да? 2F. Закрыто. Главное доходить до толканов. Остальное неважно. Главное во всей этой фигне найти толкан. Швабры, мойки. Ду заперто. А вот женский отперт. Здесь можно прятаться. Вот что-то. Я нашел предмет The Vex Suite. Я не знаю, что это такое. Возможно, это что-то из женских штучек. Может быть, какие-то прокладки или тампоны. Бегать здесь я точно не буду. Мне скорее... Скорее всего, во всей этой ситуации нужно найти выход. Ну, пошли вниз. Блин, проблема в том, что здесь это месяц Хура Йонга ходит. И она что-то от меня хочет. Бутылка воды. Зачем мне бутылка воды? Я не знаю. Но, видимо, для чего-то она мне пригодится. Ничего полезного. Страшно жуть. Что она со мной сделает? Ой, там все в крови было. Видали? Смотри, все в крови просто. Монетка еще одна. У меня уже 2000 монеток. Нахера? А мы можем на каждой такой доске сохраняться? Да, смотри. На каждой такой доске мы можем сохраняться. Офигеть. А, смысл какой? Ну, типа, чтоб не страшно было, да? Доминируй, сохраняй и властвуй. Опять. А, мы отсюда начали. Моя парта. Да что, в конце концов, тут происходит? Ну, очевидно, твоя учительница, она завладела... Ну, ее телом завладели демоны. Можно пойти, конечно же, ниже. Но мне кажется, в этом нет необходимости. Я просто спрячусь. Она что-то реально истерит. Я не понимаю... Оооо! Реально! Смотри, как Клео! Ё-моё! Ты видел? Видел эту истеричку? Он такая, типа... А-а-а! Ты что, стоишь здесь? Надо подождать, пока музыка не прекратится. Убежала или нет эта голожопка? Как думаете? Я надеюсь, что она убежала. Потому что, если не убежала... Не, вроде убежала. Ну-ка, включай свет. Она что, прям реально истерит? Ты видел? Жесть, шоколадный батончик. Найдена записка. Школа, по которой она меня вела, выглядела странно. Это была не та сёхва, которую я знал. Вокруг было темно и жутко. В воздухе витала тяжёлая атмосфера. Хотя я понимал, что пока мы вместе, ничего не случится. Это сбивало с толку. Но я ей доверял. Кому? Учительнице своей? Да у тебя учительница немножко, это самое, долбанулась чутка. Нет? Не кажется тебе, брат? Я же надеюсь, она не слышит, что я бегаю. Давайте попробуем выйти здесь. Да, она куда-то ушла. А-а-а! А-а-а! Иди нахер! Иди ты! А-а-а! Ну, женщина! Да, иди же, пассатижи. Ё-моё, ты чё? Откуда она появилась? Откуда она появилась? Откуда? Я хотела, понимаешь, записочку посмотреть. Да иди ты нахер! Заходи, дурак! Включи свет! Дебилятик! Выходи! Выходи! Да не туда! Да в смысле? Ты чё? Нет у меня здесь! Ты чё, офигела что ли? Алё! Ты чё? Женщина! Не пошла бы ты нахер! Ладно, хорошо! Тогда пошлите отсюда в другую сторону. Цвет включи! Всё, тогда нафиг я пойду на другую лестницу, раз она такая конченная. Срать я на неё хотела с высокой колокольни. Внимание всем ученикам! В данный момент мужская убора на первом этаже закрыта. Ну, бывает, чё могу сказать. Здесь можно спрятаться. Походу, эта игра реально наподобие клея. То есть, ты должен убегать от монстра. У тебя есть три жизни. Если три жизни просрал, то ты сдох. А ещё ты параллельно делаешь себе лут. Непонятно для чего. Но, видимо, ладно. Не, ну она, в принципе, не такая уж страшная. Просто я растерялась. Что это вот это за символ какой-то? Мне, наверное, нужно выйти из школы. Закрыто. Ну и ладно. Я не понимаю, как она ходит. Здесь тоже закрыто? Он ещё не сразу срабатывает, понимаешь? Вот, один Б открыт. Вот здесь можно сохраниться. Давайте сохранимся. Возможно, мы сейчас найдём причину, почему самоубился мальчик? Мне кажется, что да. Я нашёл предмет чипсы, но рюкзак полный. Ну и ладно. Не нужно нам, чипсы нам не нужны. Вот монетки собирай, ничего полезного. Монетки, книжки, вот это всё, сишки. На корешке написано Менгеля. Не знаю, чё. Ну ладно. Найдена записка. Ответ мины. Так это ты издеваешься над моими друзьями? Да я вам всё рассказал. Да с чего ты взял, что я пойду на свидание с таким маниатюзным болваном, как ты? Ни за что. Понятно? Не надо быть злодеем и грубияном. Реально всё в крови, заперто. Тут чьи-то ботинки. Кровенистые ботинки. Нам нужно выйти из этой сраной школы. Не выходит, что-то блокирует путь. Да... Да в смысле? Да пошла нахер. Есть! Дебил! Да хватит! Ну ты что, дурачок! Ой-ой-ой! Она его кончила! Она его кончила! Она просто его закончила, понимаешь? Потому что не надо быть таким дуралямбусом. Он решил почитать, видите? Дочитался, дуралямбус! Она пришла тебе, почик-чикала быстро, крышки тебя подрезала и всё, теперь ты не летаешь. Ты думал, ты летаешь, ты нихрена не летаешь. Да... Тяжко-тяжко, когда тупость. Ну и что, мне нужно сейчас найти... Выход заблокирован, отлично. И что теперь? Не поддаются, придётся пробиваться. Ай, не получается, дверь несокрушаемая. Стоп, каждую ночь школа заперёт охрана. Между этим местом и главным зданием есть кафетерий. Оттуда я могу попасть на пост охраны. Пожалуйста, пусть дверь в главное здание будет открыта. То есть я должна понять, где здесь сраный кафетерий? На втором этаже. Хорошо. Второй этаж. Ладно, пойдём. Я не думаю, что здесь-то мразота как-то ходит. Мне, скорее всего, кажется, что она по скрипту пока что. Потому что нас, типа, второй этаж нам нужен. И ещё раз. Вот здесь, по-моему. Да, нам в кафетерий. Вот сюда. Я всего лишь хочу вкусняшку. О, кафетерий. О, я могу в кафетерий засунуть себе деньги. Давайте сохранимся, конечно же. Мы что, не заслужили? Заслужили, конечно. Вот для чего были монетки нужны. Записечка. Я встретил таинственную девушку. Никогда её раньше не видел. Но она точно самая красивая девочка Сёхвы. И к тому же, не зазнайка. Когда мы встретились с глазами, я понял, что влюбился. Боже, здесь такие романтики в этой школе. Ужас. Монетка. Ещё монетка. Ещё, да, монетка? Записька ещё одна. Ну-ка. Она схватила меня за руку и сказала, ты живой. Я никогда ничего подобного не испытывал. А она вывела меня из класса, и мы пошли по тёмным коридорам школы. Но я чувствовала, что всё в порядке, потому что со мной была она. А потом она пришла и оторвала... У! Здрасте. А что ты тут стоишь? Эсоль? Помнишь меня? Ты ещё живой? Интересно. Едва ли. На меня напала мисс Сон с канцелярским ножом. Она пыталась меня убить. Нам нужно выбираться сюда. Что ты здесь делаешь? Успокойся. Паника тебя только убьёт. Если, конечно, ты сам этого не хочешь. А как мне не паниковать? Ты хоть слышала, что я сказал? Держи себя в руках или закрой рот. А то я начинаю думать, что ты прям хочешь, чтобы убийца нас нашла. Убийца? Ладно. Наверное, я немного погорячился. В смысле мисс Сон, по-моему, явно того. Но с кем мне бывает на экзаменах? Всё куда опаснее. Я не собираюсь трать время на объяснение. Это твоя мисс Сон может быть ответственна за всю ту резню, что я повидала в той школе. Ты здесь не случайно, но и выйти не можешь. Чего? Я ничего не понимаю. То, что произошло здесь, в этом тёмном месте, связано с твоим реальным миром. Что-то тебя сюда занесло. Если хочешь выбраться, придётся узнать причину. Найди свой ключ от выхода отсюда. Тёмное место? А посветить бы не мешало бы. Ты же меня разыгрываешь. В смысле, ты сама хоть слышишь, что говоришь? Ты сказал, что убийца выглядит так, как твоя учительница. Да? Почему она? Тебе надо это объяснить, пока не стало слишком поздно. Что ты имеешь в виду? Под словами, выглядит так, как она. Я должен был встретиться с мисс Сон после уроков, но уснул во время экзамена. Когда проснулся, он стал носиться за мной. Эта штука не та мисс Сон, которую ты знаешь. Возможно, некое место, связанное с твоим учителем, прольёт свет на эту тайну. Почему бы тебе не проверить её рабочий стол? Её стол находится в учительской. Она в главном здании, но дверь закрыта. Стоп, а что мне там искать? Я уже там была. Я нашла записку, в которой сказано, что ученик из первого А отнёс ключ от дверей к себе в класс. Здесь также записан код доступа от двери. А ещё насчёт тебя. Кафетерий, знаешь ли, не самое лучшее безопасное место для отдыха. И как ты сюда вообще добралась? У меня свои причины быть здесь. Просто иди в класс первый А и найти тот ключ. Ещё увидимся. Да, конечно. Ещё кто-нибудь из нас перережет кого-нибудь. Ой, мы ещё можем взламывать замки. Чё, серьёзно? Ладно. Я могу что-то засовывать в кафетерии. А, я могу покупать просто предметы. Серьёзно? Да, нахрена они мне? Ну, типа, энергию восстанавливать и всякое такое. Заперто. Ну, ладно. Мы вот так вот с вами поиграли. Для первого взгляда, думаю, ничего так. Пишите, как вам, кстати, в комментарии. Понравилось, не понравилось? Я пока что сохранюсь. Мне, в принципе, пока ок. Но надо, конечно, ещё поиграть. Поэтому я жду от вас фидбэк. Пишите, понравилось, не понравилось. Играем, не играем. Ну, а мы увидимся с вами уже очень скоро. Пока.